Доброго дня, коллеги, друзья, кто не безразличен к баням, к банному ремеслу, к банному искусству, кто радеет за бани и чтобы вам было легче работать в банях. Итак, сегодня у нас будет обзор на нашу продукцию, коротенький, но информативный, то есть покажем, что мы производим, как это можно все между собой соединять, кооперировать с различными печами, с различным оборудованием и как это использовать для максимальной эффективной работы в бане, и чтобы вам было хорошо, и чтобы, если вы работаете в коммерции, клиентам было хорошо, и чтобы у вас все было замечательно в вашей бане. Итак, начинаем. Итак, начнем наш обзор. Начнем обзор с системы управления. Система управления для электрических печей представлена силовым щитом, то есть в зависимости от мощности до 42 кВт силовой щит поставляется в мистерическом корпусе уже с встроенной системой управления. Если у вас электрическая печка, такая как там Сангенс, ВВД, Футурус, пар и жар, Хелла, Саунтоту и другие печи электрические, которые есть и каменки, в которых есть встроенные парогенераторы и так далее, то есть эта система полноценно, полнофункционально позволит управлять всей электрической системой, то есть парогенераторами, конвекционной частью, каменкой, регулировка температуры, влажности и так далее. Все это можно будет делать с этого пульта. Значит, пульт сам поставляется, профессиональный, это как планшет, в деревянном корпусе, соответственно, на котором представлены различные управления устройствами, то есть если это вентиляция, то мы можем регулировать вентиляцию. Если это управление каменкой, конвектором, мы настраиваем освещение, соответственно, влажность, включение-выключение и дополнительные кнопки парогенератор, настройки пара, то есть настройки пара очень такие гибкие, то есть если у вас каменка, то можно настроить как только по кнопке срабатывания от температуры и на определенное время, так и автоматический режим, когда каменка будет поддерживать еще и влажность. То есть тогда вы настраиваете, получается, температуру, от какой она срабатывает, включение времени и паузу, и плюс еще датчики температуры и влажности, они будут отслеживать, и автоподача будет останавливаться, если у вас установлены параметры влажности, например, на 50, то он будет вставать в паузу. Соответственно, это настройки по пару. Ароматерапия дополнительно, то есть настраиваете интервал, настраиваете время, включение системы, то есть когда вы ее включаете, когда она включится, на какое время и таймер. Значит, если у нас температура и влажность, то датчики температуры и влажности у нас могут быть встроены, как в, например, здесь у нас можжевеловый спил, встроен датчик температуры и влажности, ну а так она в комплектации идет просто датчик температуры и влажности в деревянном корпусе. Вот, если у вас дровяная печь или газовая, там дровяная, гриль Д, ВВД печки, Изистин, ТМФ, Теплодар, то есть неважно, то есть у вас закрытая каменка и вам надо контролировать температуру камней, то, соответственно, ставится датчик дополнительно в печку и мы уже можем контролировать автоподачу и температуру каменки. То есть разжигать вам, конечно, придется ее самостоятельно, но вы сможете контролировать температуру камней. Далее, что еще у нас можно приобрести? То есть система ультрафиолетовых облучений под, ставится под полок или в конвекционную часть, то есть в вентиляцию. У вас либо жесткое кварцевание идет, либо путем озона. Дальше. Беспроводные кнопки в деревянном корпусе. Соответственно, пар, бриз, автопарильщик, блоки управления универсальные, которые настраиваются через телефон. Кнопки различные, то есть черном корпусе, РГБ, белые, беспроводные, проводные и так далее. Дальше. Интеграции. То есть это арома, то есть это фитоконтейнеры для установки вне банного помещения. В банное помещение у нас заводится только паровой канал. Дальше. Интеграции. Ароматизация. То есть сюда вы встраиваете, то есть заполняете контейнер жидкостью, в данном случае эфирным маслом, и у вас в баню постоянно продается приятный аромат, например, эвкалипта. Дальше. Система туманной генерации на 5, 4, 5, 6 кубов. Также поставляются в металлическом ящичке. Дальше. Аромофитопарогенератор с веникозапаривателем. Это уже автономное устройство, в котором встроен парогенератор, аромогенератор фитотерапии, и сверху устанавливается на него веникозапариватель. Корпуса печек. То есть если у вас какая-то электрическая печь, и вы, соответственно, хотите сделать индивидуальный дизайн под нее, то наружный корпус дополнительный, то есть как бы как чехол, можно сделать дополнительный каменный корпус из любого камня. То есть это делается из слэба цельного, по размерам вашей печи, но она как бы получается больше вашей печи, так как он сверху на нее одевается. Дополнительные кнопки управления. в бане, да, то есть это для парильщиков или для вас. Вот. Кнопка подачи ногой. Это для парильщиков. Тоже очень удобная штука. Что еще? Ну, сами системы можно по-разному интегрировать. То есть у вас, например, дровяная печь. Изи Стим или ВВД или Гриль Д. Да, вы хотите, чтобы у вас работало и освещение, и вентиляция, и автопарильщик, и второе дыхание, и ароматерапия, и фитотерапия у вас была. Да, что делается? В печку устанавливается, как я уже говорил, дополнительный датчик, который отслеживает температуру засыпки. Система на основании НИО отслеживает температуру камней и производит автоподачу. Далее. В технической зоне или в самой парной может быть установлен аромофитопарогенератор, туманогенератор. Может быть, туманогенератор установлен как за стеной. То есть у вас в баню будет входить только туман. Аромодиффузор может быть установлен как в баню, так и вне парного помещения. Фитогенерация тоже может установлена быть как в бане, так и вне банного помещения. То есть в технической зоне Если у вас Какие-то предпочтения По корпусу печки То соответственно можно сделать и белый корпус И изоникса и так далее То есть как я уже говорил Это делается из цельного слэба И по размерам делается Чехол для вашей печки индивидуальной Можно произвести Какие-то интеграции оборудования Как у нас здесь стоит печь Сангенс В своем корпусе Здесь у нас аромофитопара туманогенератор Но мы все это Объединили в единый каменный корпус С единым пультом управления То есть вот там Туманогенерация идет Если мы хотим Сделать автоподачу То есть можем Нажать кнопку здесь Отключена Наверное система А вот То есть автоподачу Можно сделать здесь через кнопку Можно сделать Здесь вот через беспроводную кнопочку Ну да Соответственно Можно включить автопарильщик Автопарильщик работает по принципу Сначала подача пара Потом опускание этого пара Идет на парящегося Да То есть здесь и голосовое управление Может быть реализовано И ручное И автоматическое То есть На ваше усмотрение То есть вот такие системы Мы можем Делать Соответственно Если у вас электрическое оборудование Например Какая-то печь стоит Харви Или Не знаю ВВД какая-то печь Сангенс Но вы хотите дополнительно И аромы И фитотерапию И еще какие-то Допники поставить То все это интегрируется Через единую систему управления И соответственно У вас уже появляется Многофункциональная баня Да С электрическим оборудованием Проще Так как у него Более гибкие настройки И соответственно Вам не нужно будет Не разжигать ничего Система полностью будет Поддерживать В автоматическом режиме Управляться дистанционно Если у вас все-таки Дровяная печь Или газовая То У вас будет Вся автоматика Работать в автоматическом режиме Но Разжигать И контролировать Вашу каменку Вам придется вручную Поэтому Всегда рады Более детальные обзоры По каждому оборудованию Будет чуть позже Это общий набросок Того Чего мы можем Предложить На настоящий момент Всем спасибо Было очень приятно И всем легкого пара Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому